В минувшие выходные в Хангаласском Улусе состоялся 35-й по счету зимний легкоатлетический пробег в памяти кандидата педагогических наук Николая Платонова. Подробности в сюжете Виолиты Засимовой. Впервые пробег при экстремально низкой температуре был организован в далеком 1981 году по инициативе Николая Платонова, жителя села Булгуняхта Хангаласского Улуса. Первыми участниками были всего 8 бегунов. С каждым годом количество желающих пробежаться в мороз росло, а температура становилась все ниже. Пробег 2008 года был признан самым холодным. Тогда на улице было зафиксировано минус 49 градусов. И только в прошлом году пробег вошел в Книгу рекордов России как самый массовый забег в мире при температуре ниже 30 градусов. Он вообще по специальности учитель физкультуры. И потом он в 1998 году зашитил кандидатскую диссертацию. В экстремальных условиях, как организм человека реагирует и как адаптируется, он вот это изучал и начал проводить вот этот пробег. На этот раз рекорд как по количеству участников, так и по температуре побит не был. Но тем не менее собрал достаточное количество бегунов из разных уголков республики. При температуре воздуха минус 36 градусов, дистанцию в 3,6 километров, преодолели более 100 бегунов из Хангаласского, Маланамского, Горного, Мегина-Кангаласского, Чуропчинского, Татинского, Вилюйского, Нюрбинского, Жиганского, Улусов и города Якутска. Пробежали очень хорошо и довольны. Если бежать, то очень тепло. Свою дистанцию все пробежали? Конечно пробежали. А какие-то призовые места заняли? Не знаю. Я думал, что у тебя я победил в группе. Ветеран, я тебя победил. А если секрет, вам сколько лет? 70. Как давно бегаете? Полжизни. Победителей определяли в 24 возрастных категориях, начиная от 17 лет до 75. Самым первым дистанцию в 6 километров одолел Роман Мартынов, студент СВФУ. Холодно, но против ветер. И дыхание сбивает. А так, в принципе, все нормально, хорошо. Участников много. Мне понравилось. Из девушек Алена Прокопьева, также студентка СВФУ. Самым возрастным участником был признан Филипп Гуляев из Татинского Улуса. Ему 78 лет. Самым юным стал 11-летний Никита Логанов из Актемского лицея. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Александр Юрков, НВК САХА, Хангаласский Улус. Субтитры создавал DimaTorzok